МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Чтобы нам не говорили политики и историки, мы будем сомневаться. И перепроверять. Сегодня в программе. Голод. Неужели он лечит рак и восстанавливает клетки мозга? Например, с помощью лечебного голодания лечат некоторые формы психических заболеваний, в частности, шизофрении. Чудо-диетолог Поль Брэк. Доживший до 90 лет, даже более погибший на серфинге, катался старичок в море. Какую правду о нём не знает его поклонник Никита Джигурда? До сих пор все механизмы, которые происходят у нас внутри, в организме, не изучены даже вот нашей современной медицины. Обольстительный волшебник Вольф Мессинг. Ему сверху дано было какое-то другое знание. О чём он говорил с вождями? Вольф Григорьевич Сталину сказал, очень деликатно, вы умрёте в день еврейской Пасхи. А также самый большой электрический секрет. Тайна, энергия, непонятность поведения. Почему не удаётся сфотографировать шаровую молнию? Природа шаровой молнии до сих пор в кругах мировых учёных непонятна. Многие слышали о лечебном голодании. Читали, что это самый короткий путь к безупречному здоровью и долголетию. Удивлялись рассказам практиков о том, что без пищи трудно прожить только первые три дня. А потом наступает волшебное ощущение настоящего счастья. Именно так писал знаменитый Поль Брэк, автор книги «Чудо голодания». Но оказывается, его жизнь полна мистификаций. Что же можно сказать о его учении? Это Поль Брэк, теоретик и практик лечебного голодания. В 80-е годы он мгновенно стал идолом для тысяч сторонников здорового образа жизни. Да, великий дядька, замечательный учитель голодания. Когда в продаже появилась книга Брэка «Чудо голодания», люди отказывались от привычного распорядка целыми семьями. Так убедительно выглядела концепция, главной составляющей которой были голод и дистиллированная вода. Таким образом считая, что организм в этот момент освобождается от лишних солей, от лишних шлаков, активизируются его энергетические запасы. И таким образом он говорит о том, что не то, что голодание излечивает какое-либо заболевание, но оно может мобилизовать организм на борьбу с каким-либо заболеванием. Но правда о поле Брэкги оказалась шокирующей. Официальная медицина Европы запрещает прописывать пациентам голодание, если речь не идёт об операции на желудочно-кишечном тракте. Голодание, особенно сухое, то есть без воды, считается смертельно опасным. По крайней мере, так утверждают опытные эндокринологи. Но закрытые частные клиники под строжайшим секретом всё-таки лечат именно так. В Европе есть клиники, доходящие до тысячи евро в сутки. Ну да, там классные, у Брансовича, но там не кормят. Только воды и выводят тебя потом из голода. То есть нужно деньги заплатить для того, чтобы с тобой провели время, ты поголодал, очистился. В России идея лечебного голодания популярна уже более 30 лет. Врачи подтверждают, отказ от еды действительно может вылечить некоторые заболевания. Например, с помощью лечебного голодания лечат некоторые формы психических заболеваний. В частности, шизофрении. Кроме того, некоторые формы заболеваний суставов, позвоночника. Некоторые формы аллергических состояний. Никита Джигурда вылечил голодом как раз аллергию. Актёр и шоумен – единственная знаменитость, которая не стеснялась и не стесняется рассказывать о том, что практикует голод. Больше того, его подробные видеоотчёты до сих пор собирают тысячи просмотров в интернете. После 48-дневного голода я весил 52 килограмма. И дальше до фактически 90 килограмм или 87 я набрал на вегетарианской пищи. Голод – это не диета. Похудеть от голода можно только на короткое время. А потом килограммы вернутся, прихватив с собой новые и новые. А перманентные разгрузочные дни или даже недели ведут к таким заболеваниям, как анорексия и булимия. Практически каждый сезон модельный мир содрогается от очередной шокирующей новости. На подиуме от истощения умерла модель. В чём же дело? Оказывается, голодание затягивает человека. Голод должен быть защищён ежедневными тренингами, размышлениями о сути происходящего. Кто мы? Медитации, тождество. Самой действенной медитацией с древних времён. При голодании и на выходе из голодания вообще была медитация тождества с абсолютом. Голодание – это единственный ритуал, объединяющий абсолютно все религии, направления, культы, белую и чёрную магии. Ритуал угнетения плоти, лишения. Возможно, древние действительно знали толк в очищении. В любом случае, учёные всего мира до сих пор пытаются понять – голод, панацея или сумасшествие. Учёные Ельского университета доказали – с помощью голодания можно восстанавливать клетки головного мозга. Но действительно ли отказ от пищи может творить чудеса, открывать сверхспособности? Вот, например, индийские йоги издавна считают голодание одним из методов исцеления души и тела. Всё индийское снова в моде. Российские города заполонили объявления о кружках йоги. Массы народа устремились к гармонии и просветлению. Есть философия, например, буддистская философия, которая вся построена на совершенно ином питании. И там, например, та же самая аюрведа – это прекрасный способ гармоничного, полноценного питания, которое подбирается с учётом особенностей каждого отдельного человека. Но, опять же, этому учатся там всю жизнь, и это прекрасно подходит для людей той культуры, того происхождения, той расы. Все восточные практики сильны своей многовековой историей. Например, бигу. В переводе с китайского – это без еды, не зёрнышко. В простонародье их называют солнцеедами. Ирина Дерещева, мать четверых детей, уже несколько лет практикует длительное сухое голодание. 50 дней при выезде в Крым, когда мы на берегу жили, 50 дней, вот мы на закате, на восходе, смотрели. И считается, что это помогает набирать энергию и, в общем-то, отрезает от еды. Солнцееды называют себя новой расой. По их мнению, за людьми, которые ничего не едят, великое будущее. По прогнозам американских учёных, через 150 лет население Земли вырастет на четверть, а запасы пищевых ресурсов сократятся на 50%. Это значит, что миллионы человек останутся без еды. Когда я голодал, 30-48 дней, я прекрасно понимал, что человечество в эволюции ждёт именно этот путь. Вегетарианство, голодание, медитации, праздники, мистерии, связанные, естественно, с солнцем, как проявленной энергией жизни. Действительно, если в Древней Греции с пропитанием ещё могли возникнуть проблемы, то солнце всегда было, хоть отбавляй. В историческом контексте дефицит пропитания – как разумная тренировка организма. К чему же готовят себя современные солнцееды? Особенное направление, наверное, особенные люди, которые увлекаются тем, чтобы питаться солнцем. И есть в этом что-то нарциссическое. То есть, наверное, люди, которые декларируют, что мы питаемся солнцем, это некая, наверное, потребность приблизиться к этому потрясающему источнику света и, наверное, приблизиться к каким-то совершенно меньшим канонам красоты и стать совершенно-совершенно уникальными и солнечными. В любом случае, организм современного человека воспринимает голод как экстремальную ситуацию. В таких случаях организм млекопитающих начинает вырабатывать особый белок. Он раскрывает кризисный потенциал организма и, в частности, создаёт условия для продления срока жизни по меньшей мере вдвое. К такому сенсационному выводу пришли американские учёные. Исследователи считают, что аналогичный механизм действует и в человеческом организме. Бывали случаи, когда с помощью голодания удавалось победить болезни, считающиеся неизлечимыми. Константин Кулешов, театральный продюсер из Петербурга, заявляет, именно так ему удалось спасти от верной смерти свою жену. Кулешов – поборник практики лечебного голодания. И когда 13 лет назад его супруги поставили страшный диагноз, рецепт уже был наготове. Но поскольку я при ней, так сказать, на её глазах голодал, она решила попробовать полечиться методом голодания. И каждый год у неё всё лучше и лучше становились анализы и самочувствие. И вот через 8 лет, в очередной раз, взывав анализ, и врачи сказали, что у вас уже и следов не осталось вашего лейкоза. Сейчас Константин возглавляет театр имени Анны Самохиной в Санкт-Петербурге. Он прекрасно помнит, как звезда умирала в муках после очередной химиотерапии. Анна Самохиной, когда узнал, что у неё такой диагноз, я говорю, попробуй. Это я ей посоветовал тогда, когда врачи уже от неё отказали. То есть ей была проведена химиотерапия, она лежала в клинике на водном канале. Я говорил с лечащим врачом, она говорит, мы ничего сделать не можем. Актриса опустила руки и не стала голодать. Константин уверен, голодание – единственный способ победить рак. Ну, хотя бы попробовать. Официальная российская медицина признаётся, голод – это одна из главных загадок современной науки. Голодание – это очень спорный аспект в медицине. И до сих пор очень много учёных, которые его поддерживают, которые категорически против голодания, а которые, ну, пытаются в этом разобраться. Поэтому голодание нельзя называть каким-то лечебным, так как до сих пор все механизмы, которые происходят у нас внутри, в организме, не изучены даже вот нашей современной медициной. Так что же случается с организмом во время длительного голодания? В какой момент происходит тот самый перелом, когда наши внутренние резервы активизируются, а один из основных инстинктов отключается? Первые 2-3 дня – это адаптация человека к голоданию. Там резкое повышение аппетита, человека раздражительность, выброс стрессовых гормонов, то есть человек себя плохо чувствует. Где-то на 4-й день аппетит снижается, человек начинает чувствовать себя более-менее. К 10-му дню происходит такой, ну, ферментативный криз, так называемый, когда человек повышается настроение, у него всё хорошо, просто летает, порхает. Некоторые психологи выражаются проще и откровеннее. В этот момент человек просто сходит с ума. В мозгу начинаются необратимые процессы. Организм наш переходит на эндогенное питание. То есть он не получает питание из дни, и он начинает расщеплять наши ткани. Солнцееду утверждают – они сверхлюди. А медики измеряют среднюю температуру по больницам. И когда врач читает лекцию, говорит, что человек через 3 дня без воды умирает, я говорю, пардон, у меня сегодня 7-й день, и давайте мы с вами посоревнуемся, да, там, поприседаем, поджимаемся, у кого из нас больше силы выносит. Избавиться от всех болезней, очиститься от шлаков и токсинов, причём абсолютно бесплатно – это ли не чудо? Астероиды по своему складу, они очень подвержены влиянию. И чаще всего какая-то идея, которую они услышали, которая приветствуется в обществе, которая декларирует там особенно здоровый образ жизни, которая говорит о том, что вот только так можно питаться, и никак иначе, они воспринимают как идею, которой обязательно нужно следовать полностью. Никита Джигурда до сих пор с удовольствием перечитывает Брэга. В своё время он, как и вся страна, вдохновлялся примером знаменитого диетолога. Поль Брэг, доживший до 90 лет, даже более погибший на серфинге, катался старичок в море, да. Но какова правда о легендарном Брэге? Газета «Вашингтон-Пост» провела собственное расследование и выяснила, что его биография едва ли не наполовину выдумка. В публичной библиотеке города Бейтсвилл, штата Индиана, сохранилось свидетельство о рождении будущего диетолога. Там открылась тайна его беспрецедентной моложавости. Великий Брэг прибавил себе 14 лет. Но и это не всё. Журналисты выяснили, что гуру голодания умер совсем не во время морской прогулки, а в больнице от сердечной недостаточности. Стал жертвой своего метода. Чудес в этом вопросе быть не может. Мода на юное худощавое тело сыграла злую шутку едва ли не с половиной человечества. Уверены опытные психологи и социологи. Древнейшие эзотерические практики превратились в культ тела, хотя изначально были направлены на укрепление здоровья. Если мы говорим о том, что в последнее время пульт худобы, то здесь очень перекликаются диеты, сыроедение, жидкоедение, вегетарианство. Всё это перекликается с темой похудения. И получается, что с одной стороны идея о том, что я особенный, я питаюсь особенным образом, с другой стороны стремление к худобе, которое сейчас практически поглотило пространство. У голода две стороны – светлое и тёмное. Возможно, мы неправильно понимаем смысл и суть голодания. Чудеса случаются вне зависимости от того, что мы едим или не едим. Все мы мечтаем быть вечно молодыми, красивыми и счастливыми. И ради этого готовы на лишение. Но что, если организм просто не сможет пройти испытания? Легендарный Гиппократ лечил пациентов голодом, но предупреждал – на 20-е сутки жизни без пищи человек вполне может умереть. Не зря ведь говорят, что голод – это трамплин, с которого либо целительное просветление, либо в бездну. Смотрите далее. Такие, как он, рождаются раз в 10 тысяч лет. И он детям сказал мне, «Ходи на Россию, потерпишь поражение». Вольф Мессинг мог внушить что угодно кому угодно. В чем секрет великого мистификатора? Ему сверху дано было какое-то другое знание. И за кем охотится шаровая молния? Он сел и сказал, «Еле-еле, мама, у меня ударила шаровая молния». Вольф Мессинг. Одни считают его самым известным мистификатором 20-го века. Другие утверждают, что этот человек обладал уникальным даром предвидения. Его биография полна тайн и легенд. Но кем же Вольф Мессинг был на самом деле? Ловким гипнотизером или тем, кому дано было видеть сквозь время? Это актриса Луиза Хмельницкая. В детстве она часто встречалась с Мессингом. Он был желанным гостем в доме ее родителей. Девочка стала свидетелем многих откровений Вольфа Григорьевича. Одно из них она услышала весной 44-го года. Он пришел утром и говорит, пойдемте погуляем по парку. И вот мы идем, расцвела сирень, я помню. И он говорит, вот на следующий год, когда еще только будет зарождаться сирень, и вот маленькие цветочки, война кончится. Действительно, 9 мая война кончится. В том, что Вольф Мессинг обладал уникальным даром ясновидения, Луиза не сомневается. Он, конечно, провидец. Я считаю, его когда-то Иосиф Писареонович спросил, вы можете сказать дату моей смерти? Спросил его Сталин. И Вольф Григорьевич Сталину сказал, очень деликатно, на мой взгляд, деликатнее невозможно. Вы умрете в день еврейской Пасхи. Он не сказал ни числа, ни года. А, как известно, Пасха, она в разные числа, в разные года. И Иосиф Писареонович умер, как известно, 5 марта 1953 года, в день еврейской Пасхи. Когда мне предложили роль Мессинга, ну, я в общих чертах знал, кто такой, ну, что был такой маг, артист, Мессинг, который мог предсказывать. И мне приятно, что наш фильм вызвал такой интерес. Это человек особенный, потому что ему как сверху дано было какое-то другое знание. О встречах Мессинга с сильными мира сего известно немало. Но многие исследователи его биографии утверждают, эти встречи не более чем выдумка самого артиста. Это человек, который, в общем-то, придумал себе биографию, и установить его подданную биографию достаточно сложно. Он писал в своих мемуарах, что он встречался со многими великими людьми, с Ганди, с Фрейдом, с Эйнштейном, с Гитлером, с Берией. Но на самом деле никаких этих встреч не было. На Эйнском аэродроме состоялась передача Красной Армии самолета, купленного на личные средства профессора Вольфа Григорьевича Мессинга. Это редкие кадры хроники. Профессор Вольф Мессинг не любил позировать для кинокамер. Словно боялся, что кто-то сквозь время увидит его мысли. А вот исторический факт. Экипаж и самолет из всех воздушных боев всегда возвращался целым и невредимым. Мистика или счастливая случайность? Профессор Мессинг от всей души желает победного пути пилоту. Легенда о его встрече со Сталином, как он демонстрировал свои способности с Сталином, это основано на реально существующей телеграмме Сталина Мессингу, где он благодарит, соответственно, как там написано, по-моему, профессора или доктора Мессинга, за то, что он внес часть своих гонораров на строительство самолета. Ну и Сталин просто таким вот людям он обычно направлял телеграмму. Что же доподлинно известно о Вольфе Мессинге? Он родился в Польше 10 сентября 1899 года. Его настоящая фамилия Гершикович. Родители мечтали, что Вольф вырастет и станет раввином. В своих мемуарах Мессинг рассказывал, что объездил весь свет. Однако историки установили, что до 1939 года он даже не выезжал из Польши. С началом Второй мировой войны Мессинг в числе других еврейских беженцев оказался в Советском Союзе. В своей автобиографии он написал, что был вынужден бежать из Польши после встречи с Гитлером. Он напророчил фюреру крах Третьего Рейна. И он говорит, ты же сказал, не ходи на Россию, потерпишь поражение. Предсказание было сказано. Словам Ольги Мигуновой сложно не верить. Она единственная ученица Вольфа Мессинга. Она говорит, что Мессинг сам выбрал ее. Это произошло на одном из его концертов. И вдруг он подходит к моей маме, говорит, выведите Волю из зала. Она мешает моим экспериментам. Он говорит, далеко не выводите, я к вам подойду. Проплакала я на скамейке, пока сам Вольф Мессинг не подошел. Было обидно, что я не посмотрела. И он так говорит, на эстраду, на эстраду ее. Девушка на эстраде явление укальное. Известный журналист Владимир Губарев к восторженным отзывам о Даре Мессинга относится скептически. Скептически он воспринимает и автобиографию артиста. Все воспринимают эту книжку, эту книжку. Все воспринимают как правду. На самом деле чисто художественные литературные произведения. Здесь написано, Вольф Мессинг встречался с Гитлером. Он не мог встречаться с Гитлером в Польше. Представьте, что такое Гитлер и польский еврей. Это просто физически невозможно. И поэтому эта книжка, на основе которой сделан фильм, не вышла при жизни Вольфа Мессинга. Он был категорически против этого. Он был прав, естественно. А после его смерти, пожалуйста, сколько угодно легенд, возможностей и так далее. Но как объяснить то, что бедный еврейский беженец, выступавший с психологическими этюдами в приграничных городках Белоруссии, так быстро стал известным на всю страну? Благодаря чему к Мессингу так быстро пришел успех? Может быть, причина именно в его уникальном даре? Говорят, вести об уникальном даре Мессинга очень быстро достигли Кремля. Гипнотизером заинтересовался сам Сталин. В своей автобиографии Мессинг рассказывает, как по приказу вождя загипнотизировал охранников и прошел в кабинет всесильного хозяина. Известный гипнолог Николай Захарченко утверждает, этот факт нельзя объяснить простым гипнотическим воздействием. Чтобы повторить этот опыт, надо быть Вольфом Мессингом. К счастью или к сожалению, такие люди рождаются, ну, один человек на 10 тысяч лет на все человечество. Телепатия, чтение мыслей на расстоянии, гипноз с последующим научным объяснением этих явлений. То, что Мессинг показывал во время своих выступлений, было на руку советской пропаганде. Выражаясь современным языком, его шоу доказывало торжество материалистического мировоззрения. Я никакого провидца не играл. Ведь до какой степени это правда или неправда, этого никто сказать не может. Он был настоящей звездой советской эстрады. С другой стороны, мистицизм выступлений Вольфа Мессинга вводил советского человека в шок, что увеличивало популярность провидца в разы. Взгляд у него был манящий. Он был добрый, завораживающий такой, понимаете как. Были моменты, когда он предсказан людям, это действительно было так. Он видел и погружал человека в сон. Он даже находился, никогда не бывал, допустим, в том городе. И он под гипнозом все рассказывал, что там стоит то-то, 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 то-то. В действительности он просто был неплохой гипнотизер и умел, как и другие актеры этого жанра, читать какие-то мысли по базомоторным реакциям, по мускульным реакциям. А люди действительно искренне верили зрителям, что он читает их мысли. Луиза Хмельницкая на собственном опыте убедилась в том, что Миссинг именно читал мысли других людей. Мы стояли около окна, он только говорил, думайте, вот думайте. А мы, что он вышел на кухню, мы взяли первый том словаря Дали, загадали слово «борщ», это А, Б, первый том. И поставили, вот он зашел, мы не смотрим на книги, вот так, только надо думать. Он по второму руку так держит, первый том, том первый, первый, словарь Дали, первый том. Думаем, думаем только, не смотрим туда. Он листает это, это третья строчка сверху. Он, тогда он так, как он, я понятен, борщ, ну идем кушать. Луиза вспоминает, Мессин предсказал ее брату большое артистическое будущее. Он только Бобику сказал, положил и сказал, ты будешь большим артистом. Бобик – это народный артист России Борис Хмельницкий. По глубокому убеждению его сестры Луизы, именно благодаря Мессингу ему удалось поступить в театральный. Сказал, Вольф Григорьевич всегда с тобой. Поэтому, когда Боря поступал, известно, что Боря действительно получил пятерки по актерскому мастерству. И мы звоним Вольфу Григорьевичу, главпочтанта, набираем. Вольф Григорьевич, я знаю. Вы уже зачислены. Я все знаю. В нашей жизни Вольф Григорьевич сыграл огромную роль. Интересно, что в основном восторженные воспоминания о Вольфе Мессинге мы слышим от женщин. Писатель и журналист Владимир Губарев уверен – это не случайно. Перед обаянием Вольфа Григорьевича не могла устоять ни одна красавица. А вот с нашими женами он проводил. Иногда, там, однажды у моей жены Светланы, которая боготворила Мессинг, заболела голова. Он действительно мгновенно вылечил, потому что он был человеком, который влиял очень сильно на тех людей, которые ему верили и в него верили. А вот с мужчинами Мессинг психологические опыты проводил с большей осторожностью и крайне избирательно. В нашей компании он никогда не проводил психологических опытов. Во-первых, он сказал, ребята, мне с вами невозможно их проводить, потому что у вас, вы научно образованные люди и не очень на меня влияют. Свою автобиографию Мессинг написал в соавторстве с известным журналистом комсомолки Михаилом Хвостуновым. Там, конечно, 90% выдумки. История этой книжки такая. Ее напечатали, тогда ее не напечатали, и я считаю, что это правильно было сделано. Но был еще один человек в нашей компании, Рэм Щербаков, который работал здесь в науке жизни. И вот когда не стало уже имя Хваса и не стало Вольфа Мессинга, он решил издать эту рукопись. Вот так вышла вот эта рукопись со всеми разными вещами. Но самое интересное, что сам Вольф Мессинг активно и с удовольствием принимал участие во всех мистификациях, которые выдумывали молодые журналисты. Мы выдумывали невероятные штукови. Например, чудовище озера Хаир. Это мы придумали, которые до сегодняшнего дня его ищут. Мы придумали тогда иначе развивать вместе с поршнем снежного человека на Памире и так далее. Посылали специальные экспедиции, это все делали. И это все начиналось в клубе Лебознадника. Начало 21 века. Полеты в космос никого уже не удивляют. На Земле почти не осталось ничего неизведанного. А мы продолжаем искать чудеса и тайны. И может поэтому все большими легендами обрастают такие выдающиеся личности, как Мессинг. Если не секрет, популярность Вольфа Мессинга сейчас получен простой. Сейчас наступил тотальный век невежества. Это проявляется во всем, что угодно. Но хочется все объяснить мистическими вещами. Вообще самое удобное время сейчас для нас, это прилет инопланетян к нам. Они все сделают, они все могут. Вот Мессинг это один из инопланетян, который прилетел сегодня из образованного века в век невежества. Вот и все. Могут спорить о том, был ли у него этот дар, не было у него этого дара. Никто этого не знает и сказать этого не может. Вольф Мессинг скончался 8 ноября 1974 года в 23 часа. При вскрытии его мозг нашли без очевидных отклонений и вес оказался стандартным. Словом, все как у людей. Никакие чудеса природы не могут сравниться с тем, на что способен человеческий мозг. И все-таки большинство современных экспертов сходится на том, что Мессинг просто оказался в нужное время в нужном месте. Он сумел воспользоваться выпавшим ему шансом. Что, впрочем, не умаляет его заслуг, как выдающегося гипнотизера. Но вот гипнотизеров много, а магов единицы. Смотрите далее. Шаровая молния. Как открыть ее природу? Фотографии шаровых молний существуют, потому что процесс совершенно неожиданный. Почему она навещает одних и тех же людей? Молния – это не искусственно, это живое. Если ее бояться и от нее убегать, она до гонки убивает. И какие следы оставляет на их теле? Наверху пупка появилось огромное ожоговое пятно в виде большого глаза. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Светящиеся шары, стрелы богов, плазмоиды, как только не называют шаровую молнию. Лишь один человек из тысячи видел ее собственными глазами. И большинству очевидцев ничего о ней не расскажет. Ведь обычно после контакта с шаровой молнией от человека остается лишь горстка пепла. Но вот те, кому удалось остаться в живых, зачастую становятся совсем другими людьми. С одним из таких случаев нам и предстоит сегодня иметь дело. 19 июня 2010 года в ночь с пятницы на субботу в кубанской станице Услабинская разразилась страшная гроза. Ася Ивановна сила гадзе попросила сына выйти во двор. Я спустился. Начал с мобильом. Как только дотронуться до полотенца, с проволоки вылетел шарик. Он начал крутиться. Он как теннисный шарик был. Яркий, яркий, яркий. Когда я сделал шаг назад, он сразу же полетел на меня и ударил прямо сюда. Удар был страшным. И все-таки Юрий нашел в себе силы вернуться домой. Он сел и сказал еле-еле, мама, у меня ударила шаровая молния. Я не поверила. А когда я увидела этот огромный ожог у него на груди, конечно, я была в шоке. Я моментально вызвала скорую помощь. Удивительный факт. Юрий Силагадзе практически не пострадал после того, как через него прошел разряд в несколько тысяч вольт. Единственное, что осталось у него на память от встречи с молнией, отметина на груди. Больше похожая на какой-то странный знак. Первые вот эти 2-3 дня, вот этот ожог, который у него был на груди, там были цифры и буквы, какой-то лик с крыльями. Там такие знаки были, что смотрели, кто были в шоке. А через 3 дня вот это начало у него как подсыхать, вот эта вот корочка, и появилось как серебряный налет такой. Вот как будто бы серебрянка стала выходить. Но это была лишь первая встреча Юрия Силагадзе с шаровой молнией. Ровно через месяц он вновь столкнулся с огненным шаром. Начался сильный-сильный дождь. А рядом с двором маленькая лужа. Я прикоснулся к дереву. И почувствовал, что вот этой рукой вот так по мне, вот так что-то пошел, пошел, пошел. Как будто поцарапало. И сюда потом где-то вот так что-то ударило. Но самое главное, что у меня была майка. На майке ничего не было. Она не порвана, она не было, ничего не было. Поднимая майку, у меня здесь как ожог, как грязь, как летающая тарелка. После второго удара Юрий стал не на шутку опасаться за свою жизнь. Шаровая молния как будто начала охоту на него. Я могу сказать, что молния – это не искусственно, это живое. Если ее бояться и от нее убегать, она догонку убьет. Если ее не бояться, а просто стоять на месте, она ничего не сделает. 12 июля 2012 года в Юрия в третий раз ударила шаровая молния. Невероятно. Но и на этот раз никаких травм, кроме нового ожога. Рисунка огненный шар не оставил. Наверху пупка появилось огромное ожоговое пятно в виде большого глаза. Но самое интересное то, что первый раз у него выделялась лимфа серебром, а вот этот ожог был, просто как будто бы взяли его и заклеили лаком. Коричневая такая крепкая пленка. И она так и сошла, никаких даже ни боли, ничего не было. Почему Юрий Силагадзе стал избранником шаровой молнии? Почему она словно преследует его? И что означают рисунки, которые она оставляет на его теле? В 1910 году во Франции молния попала в мальчика, который во время грозы воровал птичьи яйца. Ребенок выжил, но на его теле остался четкий рисунок. Дерево, гнездо и птица. Этот случай был описан врачом Филиппом Турабье. Так что такое шаровая молния? Почему она так странно себя ведет? И что думают по этому поводу ученые? Давайте разбираться. В Москве существует лаборатория по изучению и созданию шаровых молний. Ее ведущий сотрудник Анатолий Никитин всю жизнь занимается этим феноменом. Его интерес к шаровым молниям возник после встречи с огненным шаром. Повезло в этом отношении, потому что я в 10-летнем возрасте шаровую молнию увидел. Шаровая молния появилась слева от меня, пролетела над проводами, она была красная, бесшумная. Эти уникальные съемки были сделаны в Воронеже. Оператору-любителю удалось запечатлеть на видео короткую и яркую жизнь шаровой молнии. Но Анатолий Никитин уверен, все-таки кадры – подделка. Во-первых, фотографии шаровых молний существуют, потому что процесс совершенно неожиданный. То есть ее появление длится в среднем 10 секунд. За эти 10 секунд даже человек, который имеет фотоаппарат, он не успеет даже сфотографировать ее. Голову не приходит, тем более процесс завораживает. В лаборатории собирают любую информацию о шаровых молниях. Ее изучением здесь занимаются не один десяток лет. Ведется огромная работа по сбору наблюдений шаровых молний. Она систематизируется, обрабатывается, усредняется. Получается, как называемый, портрет средней шаровой молнии. Сегодня существует около 400 теорий, объясняющих природу летающих огненных шаров. Иначе их называют плазмоидами. Но ни одна не получила абсолютного признания, как в академической среде, так и в среде околонаучной. Природа шаровой молнии до сих пор в кругах мировых ученых непонятна. Не могут ученые разобраться с тем, почему молния иногда начинает преследовать определенного человека. В этом смысле случай с Юрием Силагадзе не уникален. Врачи подтверждают этот факт. Существует, опять же, в истории случай, когда в одного человека попадало несколько раз молния до семи. Есть описание попадания в одного из граждан США четыре раза. И пятый удар молнии попал в его обелиск, установленный уже на его могиле. В середине века людей, которые утверждали, что видели летящий огненный шар, считали сумасшедшими. Считалось, что шаровая молния – галлюцинация. Лишь позже стало понятно. Это физическое явление. Известный режиссер Владимир Хатиненко попытался показать шаровую молнию в одном из своих фильмов. Я помню, знал про шаровые молнии все. Я реально прочитал такой случай, как маленький мальчик, ему попал в молнию, он ее гнал прутиком, бежал по лесу. Это взято, в общем-то, строгое из жизни даже не выдумано. Для меня это была очень важная аллегория – тайна, энергия, непонятность поведения, нелогичность даже поведения. Каждый шаг исследований вместо разгадок привносил ученым лишь все больше вопросов. Например, если линейная молния переносит электрический заряд из облака на Землю, то что приносит заряд шаровой молнии? В ряде случаев до так называемой поверхности шаровой молнии можно руками дотронуться, ничего не будет. В зависимости от той энергии, которая накоплена этим ядром, шаровая молния может быть практически безопасной, а иногда и очень опасной, вплоть до явлений, которые вызвали так называемый Тунгусский феномен. По одной из гипотез, в районе подкаменной Тунгуски в 1908 году произошло явление, связанное с двумя-тремя или большим количеством мощных шаровых молний. Даже первокласснику известно, что шаровая молния, так же, как и ее родная сестра молния обычная, появляется в грозовую погоду. Но откуда шары прилетают, когда на небе Солнце? Почему шаровая молния может двигаться, нарушая все законы физики? Почему она проходит, например, сквозь стекла? Чтобы разобраться в природе шаровой молнии, ученые изучают стекла. Особые. У Владимира Бычкова целая коллекция осколков и зеркал обугленных молнией. Он собирает их по всему свету. Это стекло прилетело из Америки, а этот фрагмент фамильного зеркала из Латвии. Таким артефактам физики доверяют порой намного больше, чем очевидцам. Сейчас нам припоступило тоже очень интересное стекло. Это наблюдатель видел, как ему в сельском доме стекло ударила шаровая молния. И не просто ударила, она прошла сквозь стекло, прошла по квартире и вышла. При этом в стекле он не нашел никаких отверстий. На этот вопрос ученые пока не могут найти ответа. Как не могут они понять и природу многих других явлений, связанных с шаровой молнией? Они уверены лишь в одном. Это не обман зрения. Шаровая молния – это некий объект, который реально существует. И сведения о нем уже существуют более нескольких тысяч лет. В Библии можно найти упоминание о том, что была шаровая молния, она встречалась с пророками. Кто знает, может быть, пророки получили свои способности как раз после встреч с загадочным огненным шаром. Человеки могут начать работать другие контуры, другие участки мозга. Это по-другому мы называем пробуждение каких-то телепатических способностей, способностей ясновидений. На Юрия Силагадзе шаровые молнии словно объявили охоту. Он встречался с ними три раза, и каждый раз на его теле оставались ожоги в виде рисунков. Но главное, после третьего удара шаровой молнии он открыл себе странный дар. Приходят ко мне соседи там, приходят какие-то незнакомые люди, и они проверяют, они проверяют. У меня рука сама идет, ощущает, где у него болит, где у него болит. И я начинаю его лечить, лечить, лечить. Когда он начал меня вот это лечить своими руками, с его ладони такой жар идет, что просто вот это нужно испытать. Вот каждому попробуйте испытать. Снимает, значит, он снял мне головные боли, снимает давление, снимает пазмы в сердце, усталость ног. Но не только дар излечения появился у Юрия Силагадзе. После удара шаровой молнии он стал предвидеть некоторые события. И точнее всего, он предсказывает грядущие трагедии. После Нового года, в первых числах января, он ходит, такая на него тоска напала. Такой вот он ходит, мама, у меня душа болит, мама, у меня душа разрывается. Потом он говорит, мама, ты знаешь, три человека у нас умрут. Именно так вскоре и произошло. Когда Юрия пригласили в Москву, именно на его примере исследователи впервые близко подошли к гипотезе о живой шаровой молнии. Появилась версия, что эта сущность с непостижимым разумом и собственной логикой, осознанно входящая в контакт. Шаровая молния везет себя, как некое разумное существо. Природа шаровой молнии – это электромагнитная природа. И поскольку человек сам является носителем, сам источник электромагнитного излучения, вы захотите два тела, которые как бы приходят в соприкосновение, и между ними начинаются какие-то взаимодействия. В древности людей, выживших после удара шаровой молнии, наделяли особой колдовской шаманской властью. Тех же, кто погиб после встречи с огненным шаром, хоронили с великими почестями. Считалось, что шаровые молнии – это стрелы богов, с помощью которых они помечают избранных. Можно сказать, что история Юрия Силагадзе как бы подтверждает древние верования. Стрелы богов не только наделили его таинственным даром, но и в прямом смысле слова отметили. А как еще можно трактовать рисунки, оставленные шаровой молнией на его теле? Встретится ли он снова с таинственными плазмоидами? И что изменится в его жизни после очередной такой встречи? В свое время мы обязательно об этом узнаем. Пожалуйста, будьте осторожны. Это было агентство специальных расследований, и я – Вячеслав Разбегляев. До свидания.